Здарова всем парня! Обещал вам сделать видосик, рассказать про свой новый монитор. Многие спрашивали, интересовались, доволен ли я покупкой, стоит ли его покупать. И я сразу скажу, что я не обзорщик, я не умею это делать. У меня нет какой-то там качественной камеры, которой бы я мог, допустим, вам снять его со всех сторон, показать. Я просто расскажу свое мнение, как обычного игрока, как обычного пользователя этого монитора. Вы там уже сами решите, нравится он вам или нет. Значит, первое, оно же главное, стоит он 22 тысячи. То есть 22 тысячи за монитор 27 дюймовый с разрешением 2560 на 1440. То есть, если бы у него было разрешение меньше, допустим, 1920 на 1080, у него было бы такое мыло. То есть, было бы видно пиксели, это явно. А с таким количеством пикселей картинка четкая. Частота обновления экрана у него 144 Гц. У него есть в настройках 60, 120, 144. Насколько отличается впечатление от игры на 60 Гц и 144, объяснить сложно. Вероятно, вы это сможете увидеть где-нибудь в магазине, допустим, где будут стоять два монитора рядом. И там будет запущена какая-нибудь, может быть, какой-то ролик или что-то такое подобное. И тогда вот, может быть, там вы сможете увидеть это своими глазами. Так объяснить это сложно. Но картинка гладкая. Что еще можно про нее сказать? Она офигенно плавная, офигенно гладкая. По сравнению с 60 Гц. Ну, тут еще зависит от вашего FPS, конечно, в игре. Если в игре там выдается мало FPS, то разницы, ну, не будет. Разница не будет заметна. Запускал я, значит, на нем... А, давайте начнем с самого начала. Вот я его купил вечером, пришел домой, поставил на стол, такой подключил. Первое впечатление, знаете, какое? Какой же он огромный, блин. У меня раньше был монитор Acer V226 или как-то так. Сейчас, секундочку, быстро. Да, Acer V226. Он был 21,5 дюйм. Ну, это фулл-хзичный монитор. Не самый большой фулл-хзичный такой. Можно сказать, средний или ниже среднего качества. И вот по сравнению... То есть, когда я тот убрал в сторонку и поставил этот, этот мне показался просто огромным монитором. А потом я запустил на нем PUBG. И, знаете, в игре руки персонажей, которые держат оружие, они по размеру примерно такие же, как мои руки в реале. То есть, ты сидишь за компом, смотришь в монитор, и твои руки, которые держат ствол, они точно такие же, как твои, блин. Это прикольное ощущение. Прям чувство, что ты как будто прям там и находишься в игре. Что касается производительности. Перед тем, как его поставить, я провел тест в Army 3. Ну, в основном я играю в Army 3, все об этом знают. И мне было важно, как станет FPS... Насколько станет FPS меньше в Army 3. То есть, это логично, что чем больше у тебя пикселей, тем больше нагруженность видеокарты, и FPS должен был просесть в любом случае. Так вот, в Army 3, через бенчмарк, я проверял, значит, FPS, и он просел на 3. То есть, потери FPS и 3 кадра. Со старым монитором и с этим монитором. Видеокарта у меня 1070 на 8 гигов. Вообще, все характеристики написаны будут под видео, там все можете посмотреть, кому интересно. Кто их не знает, еще может быть до сих пор. Вот, значит, что по другим играм. В PUBG FPS, мне кажется, не изменился. Но, может быть, на парочку просел, может быть, опять же, на 3 где-то. Но в PUBG всегда было много FPS, с ним проблем вообще нет никаких. В Tarkov'е FPS тоже, может быть, просел, но вообще нечувствительно. Вообще, абсолютно нечувствительно. Я не заметил. То есть, графика у меня как стояла определенная, так она и стоит. Я ее не трогал вообще. Играть комфортно. Другое дело, например, Hunt. Знаете, игру Hunt в Shutdown, или как она правильно называется. Вот там FPS просел, так просел. Раньше я играл там почти на максималках. FPS было больше 70. Все игралось отлично. Теперь я графику убил конкретно. Ниже среднего, наверное. Среднее, ниже среднего. Чтобы добиться хотя бы 60 FPS. Но Hunt, он у многих лагает. Многие на нем жалуются, что он неоптимизированный. Там, хрен ли, движок CryEngine. Это не шухры-мухры, да? Блин, кот, успокойся. А, еще вот. Один человек писал, что время отклика у этого монитора 4 миллисекунды, да? И он писал, что для, ну, типа, true-геймерского монитора время отклика должно быть 2, либо там вообще 1 миллисекунда. То есть, этот якобы, ну, не совсем геймерский монитор, у которого 4 миллисекунды. У моего старого монитора, на котором я играл, сколько? Года 3, наверное, как я его купил. У него было 8 миллисекунд. 8 миллисекунд! Это вообще, по его мнению, тогда монитор не для шутеров, а для стратегий. Тем не менее, вроде я как-то играл. Что-то там чуть-чуть у меня получалось играть с такой задержкой целых 8 миллисекунд. То есть, все нормально с этим монитором, с временем отклика. Вот, значит, был такой еще нюанс с его подключением. Я такой раз его подцепил через HDMI, и в настройках только 75, либо 60 Гц. Такой в смысле, не понял. Начал смотреть, оказывается, у него сзади 2. Есть 2 порта HDMI. HDMI 1 и HDMI 2. Вот надо подключать через HDMI 2. Тогда у вас сразу появятся все прочие опции 120 и 144 Гц. То есть, не нужно там сразу бежать в магазин и сказать себе там переходник на DisplayPort. Просто подключайте через HDMI 2. Все прекрасно работает, все выдает сколько нужно. Что я еще не сказал? Насчет матрицы, наверное. Матрица здесь VA. Раньше у меня была матрица NT. Не очень хорошая матрица, кто в курсе. Но вот VA матрица очень даже такая хорошая. Это, конечно, не EPS, но я и не не для того брал этот монитор, чтобы там делать какие-то мега дизайны, чтобы у меня черный цвет был именно черным, чтобы были все цвета четкие, реалистичные. Нет. Я брал его для игр. Для игр эта матрица подходит очень себе даже хорошо. То есть, с любого угла, смотря на этот монитор, вы будете видеть все прекрасно. Мне монитор очень понравился. Если вы хотите себе монитор с 27 дюймовый, с хорошим качеством, с 2560 на 1440 пикселей, этот монитор за эту цену, наверное, будет один из лучших. Если не самый лучший. Мониторы с EPS матрицами при таких же характеристиках будут стоить тысяч на 10 на 15 дороже. Примерно. Цены постоянно меняются, за ними не уследишь, но когда я выбирал его, на тот момент он был вне конкуренции для меня лично. Поэтому, мое мнение такое, монитор хороший, брать стоит. Ну, на этом все, наверное. Если какие-то вопросы у кого-то остались, я отвечу в комментариях, либо вконтакте, пишите в нашей группе. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok